От тьмы к свету. Кассета первая. Скорено. Четверо солдат пошли на разведку к селу, а я с лейтенантом к церкви. Тихо-тихо кругом. Луна неярко светила, и крест с куполом от этого сверкали серебристо-синеватым светом. И мне думалось, что нет, и не должно быть сейчас никакой войны, где люди режут, бьют и убивают друг друга. Но автомат висел на шее, сбоку на ремне армейский кинжал, сзади автоматные диски, и со всех сторон окружала притаившаяся смерть. Лейтенант пошел к церкви, прячасься за деревьями, а я стал обходить погост, но не дошел и вернулся назад. Смотрю. Стоит лейтенант у дерева, смотрит на церковь и крестится. Голова поднята, крестится медленно, истово, и что-то полушепотом произносит. Удивился я этому страшно. Лейтенант образованный, бесстрашный, хороший солдат, и вдруг такая темнота, несознательность. Хрустнул я веткой, подошел и сказал шепотом, товарищ лейтенант, а вы, оказывается, в богов верите. Испуганно повернулся он ко мне, но потом овладел собой и ответил, «Не в богов верю, а в бога». И легла после этого случая между лейтенантом и мною какая-то настороженность и недоверие. Долго рассказывать, но вернулись, как уже говорил, без потерь, а испытали много. Все считали, что нам везет, а теперь, я думаю, что было это божье произволение. Вернулись, а мне одна мысль все время покоя не дает. Не может настоящий советский человек верить в бога, тем более образованный, потому что должен он был прочесть труды Емельяна Ярославского, Скворцова-Степанова. Есть предельной ясностью доказано, что бога нет. А если кто и верит, то придержится буржуазных воззрений и тогда является врагом. «Думаю, шкура овещан на волчьем обличье на лейтенанте». «Притворяется, храбрый, это верно, меня спас. Поиски были удачные. Камуфляж, маскировка все это. Для какого-то большого дела задумано. Враг-то расчетливый, хитрый. Не могу успокоиться». Пошел в особый отдел. Встретил младшего лейтенанта, доложился по уставу и рассказал о своих сомнениях. Он оживился, обрадовался и сразу же повел меня к своему начальству. «Начальник особого отдела у нас был майор, латыш. Выслушал он младшего лейтенанта. Тот доказывает, что лейтенант Каменев — затаившийся враг, которого надо обезвредить». Меня послушал. Расспросил про лейтенанта, как в разведке себя вел, с солдатами, на отдыхе, с кем общается. Подумал немного, недовольно, посмотрел на нас, позвонил куда-то, что-то спросил и сказал. «Товарищ лейтенант, вы сегодня с группой разведчиков за линию фронта пойдете. Вот там и проверите лейтенанта Каменева. А сейчас можете идти. А ты, Скорино, останься». Младший лейтенант побледнел, изменился в лице, что-то хотел сказать, но майор махнул рукой, и тот вышел. Майор дождался, когда закрылась дверь, посмотрел на меня и сказал. «Слушай, Скорино, я о делах разведки много знаю, а тебе с лейтенантом тоже. Но скажи мне, что у тебя, голова или пустой котелок?» И постучал пальцем по лбу. «Дурак ты!» «Ну что, верующий, крестился на церковь, разве в этом дело?» «Ты его дела видел, с ним работал, тебя спас, сведения для командования принес, а им цены нет». «Ты же про него говоришь, враг!» «Я в сорок первом году от самой границы шел, отступление видел, окружение, панику, страх, храбрость, истинное бесстрашие, любовь к родине. Вот когда довелось людей узнать. Все бы так воевали, как лейтенант Каменев. Ты знаешь, он в начале войны обоз раненых из окружения вывел, раненого генерала с поля боя вынес. Не знаешь, а о людях с кондачка судишь. Сегодня в разведку пойдете, командование решило. Вот и посмотри за нашим лейтенантом и твоим Каменевым. Выкини с головы свою глупость и людям не рассказывай. «Ну, давай, шагай да учись людей распознавать. Я в молоте тоже корячку порол и много дров наломал. Теперь часто об этом жалею. Иди». Удивился я разговору. Пошли ночью в разведку и языка брать. Младший лейтенант из особого отдела оказался отчаянным трусом. За нас спрятался и никак от земли оторваться не мог. Вперед не шел, старался быть сзади, когда к немцам шли. Взяли языка, потащили. Вырвался младший лейтенант вперед, а тут обстрел начался. Он со страху бросился в какую-то яму-то. Побежал во весь рост. Тут ему осколком полголовы снесло. Через неделю опять послали нас по тылам немцев. Первую линию обороны прошли благополучно. Потом в лесу нарвались на охранение артиллерийской части. Еле ушли. Дошли до условного места, разошлись подвое, договорились где встретиться. Лейтенант меня с собой взял. Два дня ходили, больше ночью. Засекали объекты обороны, расположение частей. Наткнулись на большое танковое соединение, обходили стороной, пытались силы определить. Но в конце концов сами с трудом ушли. Разыскали в лесу овражек, там листья сухие скопились, забрались в них лежим. Устали, решили по очереди спать. Но ни тому, ни другому не спится. Эх, думаю, была не была. Скажу лейтенанту, что был в особом отделе, о нем говорил и как я сам к вере отношусь. Рассказал. Молчит лейтенант, будто заснул. Потом вдруг спросил. «А ты знаешь, что такое вера?» И, не дожидаясь моего ответа, начал говорить. Рассказывает. «И стало передо мной открываться что-то новое. Вначале показалось увлекательной, доброй и ласковой сказкой. Это о жизни Иисуса Христа говорил. А потом, когда перешел к самому смыслу христианства, потрясло меня. Рассказал о совершенстве человека, добре, зле, стремлении человека к совершению добра. Объяснил, что такое молитва. Сказал о неверии и антирелигиозной пропаганде. И увидел я религию, веру, совершенно не такой, как представлял раньше. Не увидел обмана, темноты, лживости. Часа три проговорили мы, пока рассвет не обозначился. Я только спросил его. «А вот про попов говорят, что жулики они проходимцы. Как же это с верой совместить?» Ответил лейтенант. «Многое, что про священников говорят, ложь. Но было много из них плохих. Ко всякому хорошему делу всегда могут из скорости пристать нечестные и плохие люди». «Вы не из поповских детей, товарищ лейтенант?» «Нет, не из поповских. Отец врач, мама учительница, оба верующие. И я только верой живу и держусь. А что ты в особый отдел пошел обо мне, говорил, так это не без воли Божии. Сам услышал, что майор про людей тебе говорил. Там тоже люди есть, и не плохие». Крепко в душу запал мне этот разговор. Пришли на сборный пункт. Двое раньше нас пришли. Подождали других. Передали по рации донесения и повернули к своим. Два дня еще ходили, пробирались к линии фронта. Кругом немецкие части. Разбили немцы нашу группу. Лейтенант да я остались нераненными. Остальные полегли. Даже сейчас трудно понять, как к своим попали. Привязался я к лейтенанту. Но через месяц его перевели в другую часть на повышение. Встреча с лейтенантом камнем большой след оставила в моей жизни. Заставила задуматься о многом. Вероятно, подготовила меня к принятию веры. Хороший он человек был. Началось наступление. Ранили меня тяжело. Отправили в тыл. Попал в госпиталь под Вяткой Киров. Пролежал пять месяцев и два еще в санатории. Рана моя гноилась. Началось заражение крови. Лечение не помогало. Дальше больше. И увидел я по лицам врачей, что не выкарабкаться мне. А тут еще в отдельную палату положили. Значит, безнадежный. Жду, когда умру. Жить, конечно, хотелось. Но устал я от боли, лечения и ожидания чего-то страшного. Неизвестного. Не смерти боялся, а чего-то другого. Было у нас в госпитале была сестра Марина. Худенькая, небольшая девушка с карими глазами. Веселая, добрая и удивительно внимательная ко всем нам раненым. Любили мы ее за чуткость и безотказность. Бывало, все выздоравливающие, влюблялись в нее по очереди. Но она со всеми была одинаково хороша и поклонников держала на расстоянии. Перевели меня в отходную палату. Сознание временами теряю надолго, а то впадаю в забытье. Придешь в себя и видишь, что Марина то тебе какой-то укол делает, то лицо от пота протирает, то белье меняет. Лежу я как-то с закрытыми глазами. Входит главный врач с группой врачей. Обход делает. Палатный докладывает историю. В конце говорит, безнадежен. Начался общий сепсис. Главный врач осмотрел и тоже сказал, безнадежен. Я лежу в полудреме, но все слышу и понимаю. Не знаю, днем или ночью, вероятно ночью, пришел в сознание, чувствую. Стоит около меня Марина, полушепотом что-то читает и протирает мне лоб водой. Слушался слова и понял, молится она о моем выздоровлении. Открыл глаза, а она мне говорит, ничего, ничего, Платон, все пройдет. И дала мне пить воды. Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться. И так длилось недели две. Принесет в пузырьке святую воду или кусочек просворы. И мне каждый день дает их. И все молится и молится, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в те дни, когда ее дежурства не было. Выходила. И вымолила она меня у Бога. Когда поправляться начал, много мне о вере говорила, молитвам научила. Ушел я из госпиталя уже по-настоящему верующим. А надо лейтенант Каменев, жизнь мою перевернули полностью. Любил я Марину, словно родную мать, хотя она моих лет была. Главный врач, направляя меня в санаторий, сказал, Мы вас с того света вытащили. Но без сестры Марины наша помощь не помогла бы. Выходила она вас. В ноги ей поклонитесь. Но я уже знал, кто мне вместе с Мариной помог. И дал себе слово, если жить останусь, то как война кончится, пойду в священники. Сказал об этом Марине. Отгремела война. Демобилизовался я из-под Берлина и приехал в свой Ленинград. И прямо, можно сказать, сходу в семинарию. Пришел, документы взяли, посмотрели и вернули. Я туда, я сюда, почему-то не принимает. Наконец отдал. И вдруг вызывает военкомат, да и другие учреждения вызывает. Стыдят, смеются, уговаривают. Слушай, Скорино, ты с ума сошел. Кавалер полного набора орденов славы. Других куча. Звание старший рейтенант. А ты в попы армию порочишь. Поступил все-таки. Нелегко учение мне давалось. Знаний мало. Образование только семилетка. Да и то давно кончил. Очень трудно было. Да иногда и нарочно кто-то мешал. Кончил семинарию, захотел в монахе. Но тут меня в семинарии на смех подняли. Куда ты такой здоровый? Во многом еще неопытный и в монахе. Женись, священником будешь. Откровенно говоря, правы мои наставники оказались. Не годился я, конечно, для монашеской жизни. Да и где я мог к ней готовиться? Женись, а надо. А я учусь в семинарии, никуда не ходил. И ни одну девушку не знаю. Назначение дают мне под Иркутск. А я еще не иерей. Надо невесту искать. Раньше до войны много знакомых в городе было. А за эти годы растерял. Усясь в семинарии, женщина мне интересовался. О женитьбе не думал. Хотя я и знал, что для священника это необходимо. Где невесту искать? Пошел в храм и стал молиться, помощи у Господа просить. Долго молился. Вышел на улицу, смотрю. На одной ноге кто-то ковыляет. Обгоняю. А это бывший капитан из нашего полка. Забыл сказать. Войну-то я закончил старшим лейтенантом, а начал солдатом. Я к капитану бросился, обрадовался. Меня к себе пригласил. Разговорились про дела минувших дней, про сегодняшние житейские. Капитан Весельчак, добрый человек, гостеприимный. Рассказывает, что семинарию кончил. Должен быть священником, но жениться надо. Вижу, из всего моего разговора понял капитан, что мне жениться надо. Тогда остальное за шутку принял. Есть невеста, кричит. Нинка моя двоюродная. Познакомился я с ней дня через два. Понравилось. И кажется, я ей. Решил жениться. Сделал через некоторое время предложение, а себе рассказал. Вначале, что я в священники готовлюсь, тоже не поверила. Потом задумалась. И дала согласие. Только сказала. Платон. А я-то неверующая. Ну, думаю, неверующая. А каким я раньше был? Пошел в семинарию, рассказал. Выслушали не очень внимательно и благословили. Женился неделю через две. Посвятили в диакон и потом священником. Уезжать надо. Нина мне говорит. Ты, Платон, поезжай, а мне еще полтора года нужно, чтобы пищевой институт кончать. Почему-то у меня из головы вылетело. Знал же, что учится. Надо ехать. Договорились. Кончит, приедет. Откровенно сказать, тяжело уезжать было. Полюбил я Нину. Верил, что приедет. Да и о Нине рассказать надо. Рост невысокого, худенькая, стройная. Глаза большие, серые. Сама красивая, подвижная. Язык острый. За словом, в карман не полезет. Уехал я под Иркутск. Село большое. Церковь закрыта за смертью священника. Запущена, частично разрушена. Кое-как навел порядок. Две старушки помогали. Начал служить. А народу только три человека. Страшно стало. Где же прихожане? Но решил служить ежедневно. Неделю, месяц, три служу. Никто не идет. Впал в отчаяние. Поехал к владыке в город. Рассказывая, что служу, а храм пустой. Что делать? Владыка высушил и благословил служить. Сказав. Господь милости все в свое время будет. Зашел я, уйдя от владыки в городскую церковь. Дождался конца службы. Подошел к старику и священнику. Рассказал ему свои горести. Позвал он меня к себе домой. Обласкал и сказал. Господь призвал вас на путь иерейства. Он не оставит вас. Все хорошо будет. Прихожане придут, и жена приедет. Молитесь больше. Подружился я с отцом Петром. Часто приезжал к нему. Многим он меня поддержал. Духовной жизнью был человек. Прошло полгода, а прихожан только восемь человек. Я все служу. Материально стало трудно. Буквально жить не на что. В свободное время стал подрабатывать. То крышу покрою, то сруб поправлю. То где-нибудь слесарной работой займусь. Во время работы с хозяевами поговоришь. Им, конечно, интересно с попом разговор затеять. О вере бывало начинали спрашивать. Я, конечно, рассказываю. Стали прислушиваться. В церковь заходить. Сперва просто посмотреть. А потом и молиться. К концу года в храм стало приходить уже восемьдесят-девяносто человек. В основном пожилые. А по второму году и молодежь пошла. Первое время в селе относились ко мне плохо. Идешь по улице, мальчишки кричат. Идет поп, бритый лоб. А часто просто бранными словами ругали. Молодежь задирала, смеялась. Придут в церковь, хохочут, мешают службе. Я вежливо их прошу. Уйдут, ругаясь. Решили, что я безответный. За год моей жизни в селе избили меня очень сильные ребята. Шел я вечером, вот и напали. Они бьют, а я только прошу. Не надо. А их смех. Попа бить. Очень трудно было. Без Нины беспрерывно скучал. Ну, наконец, приехала. Рад был очень. А она сперва приуныла. Не представляла своей жизни в деревне. Со священником. У Нины диплом инженера устроилась мастером на большой молочный завод в нашем селе. Взяли охотно, хотя и придирались потом, что жена папа. Знающая, работящая, она всем показывала пример. Однажды шли мы с Ниной вечером. Напали на нас четверо подвыпивших ребят. Меня трое бить начали, а четвертый пристал к Нине. Я прошу их оставить. Нина кричит. Спасите! А ребята бьют меня. А там жену на землю валят. Двое каких-то ребят в сторонке стоят. Эх, думай, отец Платон, ты же разведчиком был. В специальной школе учился разным приемом. Да и силушку и тебя Бог не обидел. Развернулся вовсю. Простите за слова фронтовые. Не священнику ей говорить. Но дал им прикурить. Кого через голову, кого в солнечное сплетение, а третьего ребром ладони по шее, потом бросился к тому, который на Нину нападал. Разверился до предела. Избил четвертого парня и в кусты кинул. Нина стоит, понять ничего не может. Двое ребят, что в сторонке стояли, бросились было своим помогать-то. Но когда я одному нападал, убежали. Собрал я подбитых ребят. Да, здорово им еще дал. Главное, все неожиданно для них случилось. Не ждали отпора. Думали, тюхяк, поп, безответный. Собрал и решил проучить. Стыдно теперь вспомнить, но заставил их метров пятьдесят ползти на карачках. Ползли, пытались сопротивляться, а я им еще выдал. Нинка моя идет, хохочет. Не знала, что ты, Платон, такой. Не знала. Злой я тогда очень был. После этого случая относиться ко мне в селе стали лучше. А ребята, которых я подбил, как-то подошли ко мне и сказали. Мы, товарищ Платон, не знали, что вы спортсмен, а думали, что только не культурный поп. Одного парня я года через два венчал, а у другого дочь крестил. Понимаю, осудите вы меня за эту драку. Не ирею это делать, но выхода не было. Если бы один шел, а то с женой. Потом ездил в ладыки, рассказывал, очень смеялся и сказал. В данном случае правильно поступил, а вообще силушку не применяй. Господь простит. Двенадцать лет прожил я в этом селе. Господь по великой своей милости не оставлял меня с Ниной. В последние годы храм всегда был полон народу, относились ко мне хорошо, и власти особенно не притесняли. Нина моя, конечно, не сразу к церкви пришла, но теперь, по-моему, куда больше меня в вере преуспело. Верит истинно, службу прекрасно знает, и во всех церковных вопросах моя опора и помощник. Сейчас в город перевели там служу. Трудно мне среди городских, но привыкаю. Вот, кажется, и все главное в моей жизни, о том, какими путями шел я к Богу. Простите, вспомнил сейчас, как первый раз услышал от Бога, от верующего человека. Поразила меня эта встреча, заставила задуматься. Прочертило, конечно, какой-то след в моей душе. Временами приходило на память, но было мне тогда четырнадцать лет, и жил я в детском доме. Был у нас преподаватель общества ведения Натан Аронович, фамилию забыл. Любили мы его. Вечера устраивал диспуты, доклады, водил нас по музеям, руководил кружком антирелигиозной пропаганды, всегда был с нами. Поступил в детдом парнишка лет четырнадцати. Вовка Балашов, видимо, из интеллигентной семьи. Молчаливый, замкнутый, учился хорошо. Пробыл у нас полгода, и кто-то из ребят заметил, что Вовка крестится. Дошло до преподавателей. Не зная, о чем они говорили, но были тогда в моде в школе литературные суды. Начацким, Онегином, Татьяной Лариной, Базаровым и другими героями произведений, которые мы тогда проходили. Обычно суд проходил в зале. Был председатель, обвинитель, защитник, свидетель и обвиняемый литературный герой. Преподаватель сидел в стороне, и почти в ход суда не вмешивался. Натан Ароныч решил устроить показательный суд над Иисусом Христом и христианством. Обвиняемым решили сделать Вовку Балашова, одев его в простыни, чтобы он походил на Христа. С нами Натан Ароныч целую подготовку провел по осуждению Христа и веры. Обвинитель Юрка Шкурин, защитник Зина Фомина, председатель Коля Островский, человек семь свидетельцев. И два класса публики, седьмой А и седьмой Б. Все мы страшно заинтересовались, готовили из ней десять втайне от Вовки, но тем временем стали звать его Христосик. За день до суда Вовке сказали, что он будет обвиняемым и изображать Христа. Вовка стал отказываться, протестовал, но его не слушали. Потом мы узнали, что многие преподаватели возражали, но Натан Ароныч настоял. Мы видели, что Балашов за какой-то день осунулся и сдергался. Собрался суд. Председатель Коля Островский открыл заседание. Балашов простыни не надел, стоит бледный, не кровинки на лице. Девчонки его жалеют. Нам, зрителям, тоже как-то не по себе. Председатель спрашивает Вовку. Признаете себя виновным? Надо было ответить, не признаю. И тогда заседание превращалось в спор нескольких сторон. Вся суть суда заключалась в споре, а Вовка Балашов взял да и ответил. Я верующий. Суда не признаю, у каждого есть своя свободная совесть. И сел. В начале допрос Вовка молчит. Суд растерялся. Заведенный порядок нарушился. Натан Ароныч сделал знак председателю, чтобы речь начал прокурор. Юрка Шкурин встал и закатил речь. Пережитки капитализма, кулаки, попы, монахи, обман. Христа не было. Темнота, бескультурья. Опять попы, мощи. И закончил опять пережитками капитализма. Хорошо говорил, мы аплодировали. Защитник Нина Фомина тоже долго говорила. Мы опять аплодируем. Потом стали вызывать свидетелей. Каждый из них приводил цитаты из антирелигиозных книжек, журналов. И даже кто-то показал карикатуру на Христа из журнала «Крокодил». Всем было весело и интересно. Председатель вдруг обнаружил, что речи прокурора-защитника должны были быть произнесены после вызова свидетелей. Но увидев, что ничего уже сделать нельзя, довольный ходом суда предложил последнее слово обвиняемому Балашову. Натан Аронович сидел довольный и по своей всегдашней привычке, когда был в хорошем настроении, потирал руки. Думали мы все, что Вовка после всего сказанного откажет от последнего слова. А он встал и заговорил. Словно тяжесть с себя сбросил какую-то, выпрямился и стал даже выше ростом. Заговорил, и мы, что называется, арты открыли. Говорил о добре и зле. О чем Иисус Христос учил? Почему Он верит в Бога? Что все бедные жалкие, потому что не верят, поэтому и душа, и ум наши пусты. Он никогда не бывает один, с ним всегда Бог, на которого у него надежда и в котором сила. Говорит, голос дрожит. Вот-вот расплачется. Натан Аронович сделал председателю знак, чтобы он заставил Вовку Балашова замолчать. А тот не хочет прерывать Балашова. Вовка закончил словами. Да, я верующий. Это мое дело. Судить меня никто не имеет права. У каждого человека есть совесть. Она свободна. И другие люди не даже и навязывают свои взгляды. Я верю в Бога и рад этому. И остался стоять. Говорил хорошо. Захватил всех сидящих в зале. Мы ему устроили овацию. Никто из нас не думал, что молчавший и застенщий Вовка Балашов так мог говорить. И откуда слова брал? Прокурор, защитник, суд растерялся. Ребята, народ честный, поняли Вовку. Поняли, что не имеем мы права судить человека за его убеждение. Да, кроме того, очень искренней и непосредственной была его речь. Невымученной. Атан Ароныч вскочил и крикнул председателю. Зачитывайте приговор. А Коля Островский смущенно ответил. Он же не виновен. И в воздухе повис вопрос. Кто не виновен? Христос или Балашов? И как-то получилось, что никто не виновен. Атан Ароныч передернулся. Лицо его пошло пятнами. Голос сорвался. И он почти прошипел. Довольно комедию разводить. Нет никакого Христа. Христианство неудачное извращение иудейской религии. Это выдумка. Бога нет. Балашов нес вредный бред. Читайте приговор. Например, председатель Коля Островский посоветовался с заседателями и объявил. Суд решения не вынес в виду непонятных обстоятельств. Расходили заседания суда. Мы с тяжелым сердцем невеселые. Потом были долгие споры. Но что-то задело внутри каждого из нас. Недели через две Балашова перевели по настоянию Натана Ароныча в детский дом трудновоспитуемых ребят. А любимый преподаватель Натан Ароныч потерял нашу любовь, и мы не тянулись больше к нему. Оглядываясь назад, вижу, что Господь многими путями вел меня к себе. Лейтенант Каменев, сестра Марина, женить бы на Нине, Вовка Балашов, учеба в семинарии, трудная в начале жизни в селе священником, служба в разведке и многое-многое другое, что я не рассказал вам, были теми ступенями, по которым меня вел Господь. Спросила я отца Платона, как вы узнали отца Арсения? В храме, где служу я теперь, есть у меня духовный сын, хорошо знакомый и друг отца Арсения. Вот и попросила у него разрешение приехать мне сюда. Вот я и приехал. Благодарю за это Бога. Всю жизнь свою в его руки отдал. Уезжаю прямо-таки обновленным. Приеду домой, Нину сюда направлю. Отец Арсений сказал, что приехала. 1969 год. Взбранной воеводе победительная. Задержалась я на даче у подруги, заговорилась. Взглянула на часы. Одиннадцать вечера. Быстро простилась и на станцию идти далеко, с перводачными улицами, и только у станции минут семь леском. Луна на ущербе, темно, а от провожатых отказалась и побежала. Молодые все мы смелые. Иду и думаю, мама сердится будет, что поздно пришла. Иду быстро. Улицы пробежала и вбежала в лесок. Темно, мрачно и, конечно, страшно, но ничего, тропка широкая, нерасхоженная. Вошла и чувствую, табачным дымом тянет. А людей никого нет. Бегу, и вдруг меня кто-то сзади схватил за руки и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу. Но мне рукой через тряпку рот зажали. Борюсь, урываюсь, пытаюсь ногами ударить напавших. Но от сильного удара по голове я на какое-то время затихла. Оттащились тропинки в сторону, с головы материю сняли. Потом я поняла, что это был пиджак, но рот тряпкой еще зажимает. Мужской голос сказал, пикнешь, зарежем. И нож перед глазами появился. Ложись, дура. Будешь тихо вести, не убьем. Смотрю, два человека, один низкий, другой высокий. И от обоих вином пахнет. Ложись. Рот разжали и толкают на землю. А я шепотом говорю им. Отпустите. Пощадите. И рванулась. А высокий приставил нож в груди и колет. Поняла, что ничто меня не спасет. Высокий парень сказал второму. Пойди шагов на тридцать к тропке. Посторожи. Справлюсь с ней, тебя позову. Невысокий ушел. Я стою. И отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения, никто помочь не может. Что делать? Как защищаться? Как защищаться? Непобедимый. А я все молюсь и молюсь. И в этот момент услышал свой голос. А парень опять сказал. Спрашиваю, чего? И тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно. Взглянул на меня и со злобой ударил вбок ногой. Поднял с земли и сказал. Пойдем отсюда. И держа в руке нож и сорванное с меня белье повел куда-то в сторону. Дошли. Бросил меня на землю. Опять наклонился надо мною. А я молюсь и молюсь. Стоит около меня и опять поверх взглядывает. А я все время призываю Божию Матерь. И в то же время чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и смотрит куда-то в лес. Потом взглянул на меня и сказал. Чего я здесь в лесу ночью надо? Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча. Я молюсь в полголоса и ничему не удивляюсь. И ничего уже не боюсь. Помню только, что Божия Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная. Но я тогда так думала. Шли недолго. Вижу, мелькает между деревьями огни станции. Не выходя из леса, парень сказал мне. На, оденься. И бросил мои вещи. Я отвернусь. Отвернулся, я оделась. Пошли. Взял он билет до Москвы, подвел бачку с питьевой водой и платком вытер мне лицо. Кровь у меня от удара была на голове. Сели в поезд. Вагоны пустые. Поздно. Мы только вдвоем в вагоне. Сели, молчим. А я все время молюсь про себя, беспрерывно повторяя. Взбранные воеводи, победительные. Доехали. Вышли из поезда. Он спросил. Где живешь? Я ответил. Доехали трамваем до Смоленской площади. А там пошли ко мне домой. Я молюсь. Он идет молча. Только на меня изредка взглядывает. Дошли до дома. Поднялись по лестнице. Я ключ достал. И опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня. И стал спускаться по лестнице вниз. Открыла я дверь. Бросилась в комнату. И перед иконой Божьей Матери Владимирской упала на колени. Благодарю ее. Плачу. Сестра проснулась и спрашивает. Что с тобой? А я не отвечаю. Молюсь. Часа через два пошла, лицо вымыло. Привела себя в порядок. И до утра молилась благодаря Матерь Божию. А утром побежала в церковь. К ранее обеднее все отцу Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал. Великую милость оказал Господь и Матерь Божия вам. Благодарить их надо. А злодея покарает. Прошел год. Сижу я дома и занимаюсь. В квартире мама дая звонок. Мама кому-то открывает и говорит. Проходите дома. И мне из коридора кричит. Мария, к тебе. Подумала я, что не кстати. Но крикнула. Входите. Встала, решила кто-нибудь из товарищей, студентов. Дверь открылась. И я замерла. Он. Тот парень из леса. Стою, словно деревенела. А он вошел, почему-то осмотрел комнату. И не обращая внимания, рванулся в угол. Где у меня висела светлая литография Владимирской Божьей Матери. Светная. Иконы мы с мамой держали в маленьком шкафчике. А Владимирскую повесили под видом картины на стене. Подошел, посмотрел. И сказал. Она. Постоял некоторое время и подошел ко мне. Не бойтесь, я пришел просить у вас прощения. Простите меня. Виноваты перед вами страшно. Простите. Я стою. Я каменевшая, растерянная. А он подошел ко мне близко-близко. И еще раз сказал. Простите меня. Повернулся и вышел. Эта встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление. Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль. Надо бы милицию вызвать. Задержать его. Но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться. В голове все время неотвязчиво стояла мысль. Почему, взглянув на икону Владимирскую, он сказал «Она». Потом все раздумывала. Почему его тогда не разглядело? Почему такой бандит прощения просил? Зачем ему нужно это? И совсем он невысокий. И глаза его смотрят пытливо и пристально, не по-бандитски. Началась война. Был сорок третий год. Голодали мы ужасно. Я работала в госпитале с сестрой и пыталась учиться в медицинском институте. Сестра болела, а мама еле-еле ходила от слабости. Жизнь была тяжелой, но я все-таки иногда забегала в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом. Начиналась весна сорок третьего. Дежурила в эти два дня подряд. Пришла устала и есть нечего. Сестра лежит, мама тоже. Ослабели обе. Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться, читая Акафис Божьей Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь. Открываю. Стоит лейтенант с палкой и большим вещевым мешком. Я к вам. Спрашиваю, кто вы. Он не отвечает и втаскивает в комнату вещевой мешок. Потом говорит, тот я, Андрей. И тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него. Андрей развязывает мешок, садится на стул без приглашения. И начинает вынимать что-то из мешка. На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар. Еще и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит. Ранен я был тяжело. Три месяца с лишним по госпиталям валялся. Думали, не выживу. Сейчас в клиниках ногу долечивают. Лежа вас вспоминал и матери божией молился. Как вы тогда. Говорили врачи, что умру, безнадежен. Выжил, живу. А эти продукты братень мне притащил от радости, что в госпитале разыскал. Он тут под Москвой, председателем колхоза. Наменял и ко мне. Встал, подошел к шкафчику с иконами. Открыт он был. Перекрестился несколько раз, приложился к иконам. Подошел ко мне и опять, как в прошлый раз, сказал. Простите меня, Бога ради, прошу. Гнетет меня прошлое беспрерывно. Тяжело мне. А я посмотрела на его продукты, на него самого стоящего с палкой около стола и закричала. Возьмите, возьмите все сейчас же, убирайтесь вон. И расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не может. Сестра голову из-под одеяла высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал. Нет, не возьму. Подошел к печке, разжег ее, положил по лешке, постоял минут пять около нее. Поклонился и вышел. А я все время на взрыд плакала. Мама спрашивает. Маша, что с тобой? И кто этот человек? Я ей тогда все рассказала. Выслушала она и сказала. Не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась? Но что бы ни было, хороший и очень хороший Андрей, молись за него. Спас нашу семью в сорок третьем году Андрей своей помощью. Недели две его не было. А потом без меня к маме приходило раз пять. И каждый раз приносил бездну всякого-всякого. И часами с мамой разговаривал. Шестой раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал. Простите вы меня. Разговорилась я с ним. Много о себе рассказал. Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда. Все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мной и услышал, что я что-то шепчу. Удивился. Не понял. И вдруг увидел стоящую рядом женщину. И она его остановила повелительным жестом. И когда он меня второй раз на землю бросил, то опять эта женщина властно рукой своей заслонила меня. И ему стало страшно. Решил отпустить меня. Довел до станции. Увидел, что я не в себе. И повел в Москву. Повез. Мучила меня совесть за вас постоянно. Не давала покоя. Понял, что все неспроста было. Много думал о той женщине. Кто она? Почему меня остановила? Решил пойти к вам, попросить прощения, расспросить о ней. Не мог больше мучиться. Пришел к вам. Трудно было, стыдно было, стыдно было идти, страшно. Но пришел. Вошел к вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской. И сразу понял, кто была та женщина. Ушел от вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божьей Матери. Все-все узнал, что мог. Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление. И я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на меня происшедшее. И ощущал я глубокую перед вами вину. Вину, которую нет возможности искупить. Много Андрей рассказал мне о себе. Мама моя была человеком исключительной души и веры. Еще до прихода Андрея последний раз говорила мне, Мария, Матерь Божия явила этому человеку великое чудо. Не тебе, а ему. Для тебя это был ужас и страх. И ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя спасла молитва, а его Матерь Божия остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его. Андрей маме все рассказал. Сестра моя, Катерина, была от Андрея без ума. А у меня до самой последней с ним встречи жило к ними чувство брезгливости и даже ненависти. И продукты, которые он приносил, я старалась не есть. Когда же разговаривала с ним, то поняла многое, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказал, Андрей, вы изменились, другим стали. Простите меня, что долго не могла победить в себе чувство злобы к вам. И подала ему руку. Прощать состав уезжал в батальон выздоравливающих, а после на фронт должны были отправить. Мама сняла со своей крестовой цепочки маленький образок Божией Матери с надписью «Спаси и сохрани». Благословила им Андрея, перекрестила и по русскому обычаю трижды расцеловала. Расстегнул он ворот гимнастерки, снял ее, и мама куда-то зашила ему образок. Катька, прощаясь, порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. Подошел он ко мне, низко поклонился и, как всегда, сказал, «Простите меня Бога ради и ради Матери Божией молитесь обо мне». Подошел к иконе Владимирской Божьей Матери, приложился к ней несколько раз. Поклонился всем нам и, не оборачиваясь, вышел. Больше никогда я его не видела. Только в 1952 году была я уже замужем. Получила письмо от него на старый адрес. Мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без обратного адреса. Но по почтовому штемпелю увидела, что послано оно из-под Саратова. «Спасибо, спасибо вам всем. Знаю, страшен я был для вас, но вы не отбросили меня, а в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божия была вам и мне помощницей и покровительницей. Ей и только ей обязаны вы жизнью, а я еще большим верой, дающей две жизни, человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. «Спаси и сохрани вас, Матерь Божия! Наконец-то я живу христианином!» Андрей. Это последнее, что мы узнали о нем. Я рассказал отцу Арсению об Андреи, и он сказал, «Великая милость была дана этому человеку, и он оправдал ее. Хранил его Господь для больших и хороших дел». На крыше Жизнь постоянно бывает трудной, полной самых непредвиденных опасностей и страхов, грозящих нам духовной или физической гибелью. Господь и Матерь Божия всегда были милостивы к нам и в грозную минуту опасности не оставляли. Если и отдалялась от Господа я, то Он посылал мне человека, который помогал выйти на верный путь и избавлял от ошибок и заблуждений. А если страшную минуту губительной опасности обращалась к Богу, то Он помогал. Сколько раз в жизни убеждалась я, что молитва, искреннее молитва, имеет огромную спасительную силу, избавляя от всех бед и гибели. Расскажу вам о силе молитвы Отца Духовной и о том, как это повлияло на нас, участников описываемых здесь событий. Голод тогда был в Москве. Выдавали на человека посьмушки хлеба с Мекиной. Ничего нет, ни картошки, ни крупы, ни капусты, а о мясе уж забывать стали. Деньги не имели цены, крестьяне меняли продукты только на вещи, при этом обмен носил открыто грабительский характер. Голодно, холодно и страхи жили мы тогда. Саша, Катя и я пришли к отцу нашему духовному Михаилу проситься в поездку за хлебом. Многие уезжают с вещами и привозят хлеб. Почему бы и нам не съездить? Отец Михаил высушил нас, неодобрительно покачал головой, подошел к иконе Божьей Матери и долго-долго молился. Потом повернулся к нам и сказал, «Вручаю вас заступницы нашей Матери Божией. Возьмите каждое по образку Владимирской и молитесь ей непрестанно всю дорогу. Она и святой Георгий только и помогут вам. Трудно! Ох, как трудно будет! Я за вас здесь тоже буду!» И как бы ни для нас сказал, «Матерь Божия и угодниче Божий Георгий, помогите им, спасите и сохраните от опасности, страха и поругания. Помоги, Матерь Божия!» И благословляя нас, был молчалив, повернувшись к иконе Владимирской Божьей Матери, стал молиться, словно забыв о нас. Вот так мы и поехали, только всю дорогу вспоминали, почему батюшка святого Георгия призывал. Девчонки мы были молодые, жизнь нам казалась несложной, трудности не признавали, ничего тогда не боялись. Но, конечно, жизни совсем не знали. Все время жили в городе, семьи интеллигентные, ни народа, ни деревни не знали. Учились в университете на разных факультетах. А объединяла нас церковь и дружба. Родные долго нас не пускали, но мы поехали. Из Москвы ехали в теплушках, на подножках, в тамбурах. Сентябрь был на исходе. Наменяли пуда по два муки и по пуду пшена. Тащим, мучаемся, но бесконечно счастливы. Мы с продуктами. Вот-то обрадуем своих, когда приедем. Но застряли далеко от Москвы. Всюду заградительные отряды отнимают хлеб. На станциях в поездах не сажают. Идут только воинские эшелоны или закрытые товарные вагоны с каким-то грузом. Кругом тиф, голод, грабежи, разруха. Три дня сидели на станции, питались луком и жевали сухое пшено. Ночью пришел большой состав из товарных вагонов. Пошли разговоры, что воинский идет в сторону Москвы. Рано утром открылись двери и солдаты, тогда назывались красноармейцы, высыпали из вагонов. Просить вагоны боимся. Женщины говорят, что к солдатам вагон лезть опасно. Рассказывают ужасы, грабят и насилуют всех и вся. Страшно, безвыходно. Вот тогда и вспомнили слова отца Михаила. Несколько женщин решают ехать. Солдаты с шутками втаскивают их в вагон, берут мешки и узелки. Идет слух, что поездов несколько дней не будет. Мы волнуемся, возбужденно обсуждаем, что делать. Тем временем на крышах некоторых вагонов появляются люди с мешками. Их становится все больше и больше. Из вагонов слышится смех, играют гармошки. Говорят, что эшелон идет до Серпухова. Группа женщин, в том числе и мы трое, решаем взлезть на крышу, так как другого способа уехать нет. С трудом взбираемся по лесенке между вагонов, втаскиваем мешки, помогая друг другу. Солнце печет. Распластываемся на самой середине ребристой крыши, вжимаемся в горячее железо. Я молюсь, призывая на помощь Божию Матерь и пытаюсь незаметно креститься. Саша и Катя также молятся. На крышах почти все заполнено, в основном женщинами. Паровоз нестерпимо дымит, наконец поезд сдергается несколько раз, медленно сдвигается с места и постепенно, набирая скорость, идет вперед. Поезд уже вышел в степь, гладкую, сухую, безлюдную. Черный дым, пронизанный искрами, вылетающими из паровозной трубы, покрывает нас, лежащих на крыше. Искры жгут лицо, руки, прожигают одежду, мешки. На сердце у меня спокойно, и даже на время перестаю молиться и с интересом смотрю на степь. Саша ушла в себя и беспрерывно молится, это видно по ее сосредоточенному лицу и легкому движению губ. Смотря на нее, мы с Катей тоже начинаем молиться. Молитва к Божьей Матери еще больше успокаивает душу, вселяет уверенность. Саша тихо просит, чтобы мы все трое легли друг к другу головами. Осторожно перекладываемся, и Саша по памяти читает Акафис Божьей Матери Владимирской, читает она его несколько раз. Саша после прочтения Акафиста каждый раз читает молитву, где есть такие слова, обращенные к Богородице. «О, Мать и Божия, под покров Твой прибегаем, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся. Огради, спаси нас, беззащитных от всяких бед. Не остави нас и покрой нас милостью Твоею. В руки Твои вручаем себя, ибо Ты спасение и надежда наша. И каждый раз после прочтения Акафиста и молитвы я чувствую, что мы не одни на крыше вагона, три девочки, беззащитных и слабых, а она, Матерь Божия, с нами и в трудные минуты придет к нам». Едем, едем, но вдруг поезд останавливается. С паровоза соскакивают люди, бегут вдоль состава, что-то оживленно обсуждают. Поезд стоит, мы по-прежнему лежим. Двери вагонов открываются, солдаты выскакивают на полотно дороги, идут к редким придорожим кустам, беззлобно переругиваются, чему-то смеются. Мы сверху смотрим на них. Вдруг кто-то из солдат восклицает, «Братва, баб-то сколько на крышах!» «Ребята, айда наверх к бабам!» Вагоны пустеют, все высыпают на насыпь. Многие уже лезут на крыши. Шум, смех, крики, виск. Господи, проносится мысль, что же делать? На крышах появляются солдаты. Сперва немного, потом все больше и больше. С соседних крыш раздаются крики, кто-то просит, умоляет, плачет. «Ахальник, что делаешь?» «Я тебе в матери гожусь!» Сапоги стучат по железу, гулко, страшно. Кто-то из женщины ступленно рыдает, просит, кто-то борется, прыгает с крыши, разбивается. Крыша нашего вагона еще пуста, но вот несколько солдат появляются на ней тоже. Я молюсь, обращаясь к Божьей Матери, прошу ее. Катя, прижавшись ко мне, плачет и всхлипая молится вслух. Саша сурово смотрит на приближающийся солдат. Я знаю Сашу, она не сдастся, не уступит. Ее лицо полно уверенности и твердости. Она вся ушла в молитву. «Я все молюсь Божьей Матери, прошу святого Михаила помочь нам, памятуя, что молитва отца духовного спасает, вспоминая слова отца Михаила о святом Георгии и начинаю просить и его. Саша». Я очень верю в ее молитву и надеюсь на нее. А она сейчас по-прежнему сосредоточена, спокойно лежит, прижавшись к крыше. А мы все вскочили. Обходя других женщин, к нам приходят солдаты. Скуластое лицо, гладкая стриженная голова, бездумные раскосые глаза. Катя прячется за меня, раскосый хватает меня за руку и говорит примирительно, «Не бойся, девка, не обижу». Я отталкиваю его, отступая, и, глядя ему в лицо, крещусь несколько раз. Беззлобно ухмыляясь, он наступает, протянув вперед руки, а я пяшусь назад. На крышах борются, просят, сдаются. Всякая борьба, конечно, бессмысленна. Солдат много, и все происходящее кажется веселым развлечением. Полк отвели на отдых для пополнения. Там на фронте смерть, постоянно висела у них над головою. Они огрубели, и сейчас они не представляют, что делают. Раскосый идет ко мне, я отступаю. Катя хватает меня за руку и кричит, «Крыша кончается!» Я оборачиваюсь и вижу, что отступать больше некуда. А снизу поднимается матрос стельняшки, натянутый на широкую грудь, высокого роста, со злобленным лицом. Матрос пугает меня решительностью, злобой и энергичностью движений, поэтому весь его облик врезается мне в память. Отступать некуда, впереди Раскосый, сзади Матрос. Раскосый останавливается, Катя стоит у края крыши. Саша по-прежнему лежит, распластавшись, углубленная в молитву за нас и за себя. Она ничего не видит, да и ее никто не пытается тронуть. Матрос хватает меня за плечо, отодвигает в сторону и говорит сильным, дрожащим от злости голосом, «Спокойно!» «Сейчас разберемся!» «А с крыши всегда успеешь прыгнуть!» Шагает к Раскосому, бьет его в грудь и говорит, «А ну, паскуда, вон отсюда!» После чего Раскосый немедленно ныряет в провал между вагонами. Мы остаемся одни. Матрос идет по крыше, подходит к какому-то солдату, поднимает его зашиворот и кричит, «Ты что, контроделаешь, рабочую крестьянскую власть и армию позоришь?» Солдат отчаянно ругается, пытается ударить матроса, но тот выхватывает наган и стреляет ему прямо в лицо. Падая, солдат соскальзывает с крыши и летит на насыпь. «Товарищи!» кричит матрос. «Мы солдаты революции! Мы строим и защищаем советскую власть! Мы за народ! И мы из народа! Что вы делаете? Позор!» «Красная армия защищает трудящихся! А здесь мы позорим себя! Расстрелять надо на месте каждого насильника! Стыдно, товарищи! Ведь где-нибудь так же едут наши сестры и жены! Коммунисты! Командиры! Ко мне!» Группа вооруженных людей собирается у вагона, где стоит матрос. Это коммунисты и командиры полка. Начинается митинг. Матрос говорит яростно, просто доходчиво. Вначале красноармейцы шумят, даже хватается за оружие, но на крышу к матросу поднимаются командиры, комиссары, тоже говорят. Все солдаты уже спустились с крыш, остались там одни женщины и несколько мешочников мужчин. Митинг продолжается минут пятнадцать, но паровоз стал подавать гудки. Солдаты наскоро похоронили расстрелянного, забрались в вагоны. Матрос, подойдя к нам, сказал, «Пошли, девушки, в вагон, спокойнее доедете!» Саша, поднявшись, сказала, «Пойдемте». Ехали медленно, двое суток. Относились к нам очень хорошо. Кормили перловой кашей, поили темно-красным настоем горелого чая, взятого где-то из горевших вагонов. Матрос, звали его Георгий Николаевич, Штуликов был комиссар полка. Разговаривал с нами всю дорогу, расспрашивал, кто мы и что. Больше рассказывал всегда не слово охотливая Саша. Мне казалось, что она напрасно говорит обо всем малознакомому человеку, о нас, о вере, об университете, о дружбе нашей и о том, как мы надеялись на помощь Матери Божией и Святого Георгия во все время нашей поездки и находясь на крыше. Георгий задумчиво слушал, ни разу не осудил, ни над чем не насмехался. Спали мы в вагоне в закутке, где для нас расчистили место. Вся дорога прошла в разговорах и расспросах. Молились по ночам, особенно Саша. Два или три раза поезд встречали заградительные отряды, пытались снять сидевших на крышах женщин и зайти в вагоны, но встреченные охраной поезда с руганью и угрозами уходили. Довезли до Подольска, дальше эшелон не шел. Георгий и спутники его по вагону посадили нас в пригородный поезд, и мы благополучно доехали до Москвы. Прощаясь в Подольске, мы благодарили и Георгия, и военных, кто ехал в вагоне. На прощание Георгий сказал, «Может быть и встретимся, жизнь-то переплетенная». А Саша, тихая Саша, всегда излучавшая уверенность и спокойствие, подошла к Георгию, положила руки ему на плечи и сказала, «Да сохранит вас Бог для хороших дел, будьте всегда добрым, отзывчивым, прощайте». И, сняв с его плеч руки, низко поклонилась в пояс. Так это было необычно для застенчивой молитвенной Саши. Радость родных по поводу нашего возвращения была безмерна. А мы, только успев умыться, поспешили к отцу Михаилу. На дороге домика при церкви, где он жил, нас встретил отец Павел. «Батюшка вас дожидается, сказал, что идете, послал встретить. Все эти дни о вас молился». Мы вошли, отец Михаил порывисто встал, обнял нас, благословил. И, повернувшись к иконе Владимирской Божьей Матери, стал молиться вслух, благодаря Матерь Божией Святого Георгия, за наше возвращение. И только после молебна рассказали мы ему обо всем, что произошло с нами. Слушая нас, отец Михаил смотрел на иконы Владимирской и Казанской Божьей Матери, висевшие в комнате, и беззвучно шевелил губами. Выслушав, сказал, «Благодарю тебя, Господи, за великую милость, явленную нам грешным. Георгия Матроса не забывайте, искра Божия в нем и не потухнет. Да-да, не загасите искру эту суета жизни человеческой. Молитесь о нем. Еще придется кому-нибудь из вас с ним встретиться, вот тогда-то вы и помогите ему. Обязательно помогите». Прошло более 12-20 лет. Шел военный 1943 год. Отец Михаил умер с ссылки в 1934 году. Там же с ним погибла и наша чудесная молитвенница Саша. Расставание с духовным отцом, отцом Михаилом, было для нас всех ужасным. Община переживала тяжело, болезненно, трагически. Только короткие письма, присылаемые им с оказиями, поддерживали нас в течение нескольких лет. Арестован был отец Михаил в 1928 году. Несколько раз ездила я к отцу Михаила и жила у него по месяцу. А Саша, бросив все сразу, уехала за ним в ссылку. Сколько событий прошло за эти годы, сколько ушло людей. Трудно было без отца Михаила, но он поручил мне отцу Арсению, духовному сыну своему. Умерла Саша. Катя была давно замужем, связь с ней не порывалась. В 1943 году работала я хирургом в военном госпитале. В эти тревожные военные годы вспоминания о прошлом стерлись, забылись. Сейчас надо было помнить только о Боге. Путешествие на крыше вагона стало далеким и туманным. Госпиталь был офицерский, раненых привозили много. Бывало, делаешь операцию, в лицо и не взглянешь, только рану смотришь. Привезли в операционную без сознания одного полковника. Ранение тяжелое, запущенное. Оперировать пришлось ночью. Операция продолжалась четыре с лишним часа. Несколько раз переливали кровь. К концу операции мы еле-еле все держались на ногах. А я как была в операционной одежде, так и свалилась сразу, без сил и чувства. Проспала часа четыре и сразу к больному кинулась. Медленно жизнь к нему возвращалась. Много с ним хлопот было. Но выходили. Каждый день раза по три к нему приходило. Уж очень хотелось спасти его. Пришла как-то на двадцатый день после операции. Лежит слабый, бледный, прозрачный. Только глаза одни светятся, еле-еле. Посмотрел он на меня и вдруг тихо, но отчетливо сказал «Машенька, сколько ходите ко мне, а все не узнаете?» Возмутилась я, резко сказала, что я военврач, а не Машенька. Взорвало меня это. Пришла с целой группой врачей и обход утренний делала. А он улыбнулся и ответил «Эх, Машенька, а я вас с Катей и Сашей всю жизнь помню». «Здесь ты захватила меня прошлое!» Закричала «Георгий! Бросилась к нему! Обнимаю!» Стали врачи и сестры из деликатности выходить из палаты. А я, как девочка, схватила его за голову и плачу. Смотрю, а на его кровати табличка, как и у всех, висит, и на ней имела надпись «Георгий Николаевич Туликов». Почему же я раньше-то не заметила?» Глаза Георгия еще больше оживились, повеселел, сказал «Идите с обходом». «После зайдете». Два месяца я к нему приходила после обхода и дежурства. Переговорили о многом. Но первый вопрос его был «По-прежнему ли я верующая?» Много и по-хорошему говорили. Благо лежал он в отдельной палате. Расспрашивал. А я, не боясь, рассказывал об отце Михаиле, умершей Саше, замужней Кате, о себе и об отце Арсении, который был в лагере. О себе говорил много. Жизнь прожил тяжелую, но душу имел чистую, добрую, открытую. Рассказы Саши тогда в вагоне отложили в душе его отпечаток, который не стерся, а заставил относиться к вере, религии и людям с осторожностью, вниманием и доброжелательностью. В 1939 году, будучи уже в чине подполковника, попал в лагерь. Там, рассказывал Георгий, повидал я людей, хороших и плохих. Но из многих-многих встреченных запомнился мне на всю жизнь юноша лет двадцати трех, несший людям столько добра и тепла, что все любили его, даже лагерные уголовники. Вот он-то и познакомил меня с Богом. Именно познакомил. В начале 1941 года Глеб погиб в лагере, а меня освободили в августе и поставили на фронт в чине капитана. Теперь опять до полковника дослужился, до ранения дивизии командовал. Поправлюсь и опять на фронт хочу. За плечами Академия Генерального Штаба, Гражданская, Халкингол, Испания, Финская, а теперь Отечественная. Расстались мы с Георгием большими друзьями, всю войну переписывались. А в 1948 году переехал он с семьей в Москву. Стали встречаться часто и регулярно. Вышел на пенсию в больших чинах и живет сейчас почти все время на даче под Москвой, воспитывает внуков. Встречается так же часто, но встречи наши бывают и строятся Сергия Лаврия в Загорске. Несповедимы пути твои, Господи! Вечно прав был отец Михаил, сказав тогда, в двадцатом году, что встретимся мы с Георгием. Велика сила молитвы человеческой к Богу, но сколь велика и спасительна молитва Отца Духовного о своих детях, сколь велика милость Матери Божией и забота ее о нас грешных. Молитвой своей к Матери Божией спас нас отец Михаил от гибели и поругания, а через наше спасение привел Георгия к вере. Пресвятая Богородица, спаси нас! 1968 год Я разношу письма Прожив у отца Арсения больше двух недель, Наташа возвратилась и привезла целую пачку писем, которые надо было срочно раздать. Половину писем поручили разнести мне. Время было тяжелое, тревожное, многих из наших арестовали, чувствовалось, что за оставшимися слежка, поэтому разноска писем была довольно опасной. Мы разложили письма на столе и стали разбирать, складывая по известным нам именам. Ночевала я у Наташи и половину ночи проговорили об отце Арсении, его поручениях, о том, как он живет. В семь утра вышла я из дому. Было воскресенье, народу на улицах почти не было. Попадались редкие прохожие. Шла я радостная, возбужденная. Полученное мной письмо от отца Арсения веселило, вселяло уверенность, принесло мне много хорошего. И прежние мои неустроенности сразу улеглись. Отошла я от дома метров пятьдесят и почувствовала, что за мной идут. Обернулась женщина. Возникла мысль. Следят. Решила проверить, пошла быстрее, свернула в ближайший переулок. Шаги не отставали. Опять свернула в следующая переулка. Женщина по-прежнему шла за мной. Стало неприятно и страшно. Защемило сердце, ноги перестали повиноваться. Я растерялась. Письма со мною. Если возьмут, то подведу многих. Дошла до конца квартала, свернула опять за угол и перешла на другую сторону улицы. Женщина упорно шла за мной, держась на расстоянии пятьдесят-семьдесят метров. Было ясно, что следят. Возникла мысль бросить письма куда-нибудь и бежать. Но их, вероятно, найдут, а меня знают везде. Ведь я и вышла от Наташи. Переборов растерянность и взяв себя в руки, я начала молиться. Сперва сбивалась, но потом сосредоточилась. Пошла неспешно, может быть, это было и дерзновенно, но я, молясь Матери Божией, сказала Матерь Божия, на Тебя уповаю и на Твою только помощь надеюсь. Возьми меня под защиту свою, вручаю Тебя себе. Помоги. Иду и молюсь. Возложив все на Матерь Божию, прошел страх, тревога и на душе легла уверенность. Я не одна. Охраняет меня Матерь Божия. Если что и будет, то во всем воля Божия, что бы ни было. Все зависит от Тебя, Богородица. Как Ты повелишь, так и будет. Иду уверенно, ничего не боюсь, а шаги, преследующие меня, стучат и стучат сзади. Пошла я еще тише. И, понимая безвыходность моего положения и возложив в молитве все упование свое на Божию Матерь, стало еще спокойнее и увереннее. Иду и молюсь. Даже не замечаю, где иду. Одна мысль, одно прошение к Богородице. Но слышу, что шаги меня догоняют. Дошла до пересечения улиц, завернула за угол, перекрестилась и вижу, идет рядом со мной женщина моих лет, та же, как я, одета. Все в точности. Платок легкий на голове, пальто, сумочка. Идет рядом, в полуоборота от меня. Лицо мне до удивления знакомо, но светлое, озаренное необычным светом. Взглянула я, и больше на ее лицо смотреть не могла. Так оно было светлое и прекрасно. Идем рядом, я молюсь, радуясь, что со мной необычная спутница. Но что за спутница, не знаю, а шаги за спиной по-прежнему стучат. Прошла до следующего перекрестка, и моя спутница, обернувшись ко мне, сказала повелительно строго, «Остановитесь и стойте, я пойду вперед!» Сказала строго, а лицо полно доброты и света. Остановилась я, а она, спутница-то, пошла вперед. Одеждой, ростом, фигурой, на меня полностью похоже. Страшно мне показалось это, но я остановилась. Женщина, что шла за мной, дошла до меня, оглядела с ног до головы, потопталась, но было такое впечатление, что она на меня смотрит с удивлением, обошла стороной и побежала за моей спутницей, а та быстро шла вперед. У этой женщины, что следила за мной, взгляд был ненавидящий, а лицо злобным, темным. Я стояла, не имея сил сдвинуться с места, и смотрела, как впереди шла моя спутница, похожая на меня одеждой, а за ней женщина-агент. Дойдя до перекрестка, они завернули за угол и скрылись. Я очнулась и, молясь, пошла в обратную сторону и к шестям-двум разнесла все письма. «Кого послала мне в помощь, Божья Матерь? Кого?» Постоянно думала я, но это была ее благодатная и великая помощь. Через год меня арестовали, допрашивали несколько раз. Следовательно, стойчиво добивался, что за женщина шла рядом со мной и куда она, или я, скрылась. Вызывали даже женщину-агента. Она рассказывала, «Иду я, товарищ лейтенант, за ней следом-то, а она все петляет и за углом заскакивает. Смотрю, на углу улицы Казакова кто-то стоит». Подошла и задвоилась у меня в глазах. Обе одеты одинаково, точка в точку, в платках, ботинках, сумка, повадки, при походке, наклон головы. Пошла и за ними и не могу. Какую я дома вела, не пойму. А какая на углу появилась? Смотрю, одна остановилась, а другая быстро пошла вперед. Я подумала, та, и пошла за уходящей. Шла, шла, минут десять, а потом она у меня посреди улицы вдруг исчезла. «Я вам, товарищ лейтенант, и тогда я сейчас правду говорю. Прямо так и исчезла. Вы спросите ее, пусть признается, как взяла, словно в цирке». Что могла я ответить? Следователь кричал, даже на одном допросе бил, а я все молчала. Отвечала только, «Не знаю». Беспрерывно молилась Божья Матерь, и наконец не выдержала и сказала, «Никуда я не пряталась и не исчезала, это меня Матерь Божия спасала». И шла я, и всю дорогу я и молилась, и она спасла. Следовательно, это засмеялся, но бить перестал. Пригоры в те годы были суровыми, но и здесь помогла мне Богородица. Даже мне только высылку дали на три года за сто километров от Москвы, что было самым малым наказанием. Кого послала мне Божья Матерь в ответ на мою молитву? Сама ли пришла и увела следившую за мной женщину, или послала кого-то, послала из святых, или ангелом моего хранителя? Но реально видела я чудесную свою спутницу, слушала ее голос, а происшедшее зафиксировано в протоколе допроса. Отца Арсения мне пришлось увидеть только в 1958 году. Рассказала я ему и спросила, что это было. И отец Арсений сказал, «По молитвенной просьбе вашей оказала вам великую милость Пресвятая Богородица, наша заступница и хранительница от бед и напастей. Чудо и большая милость была явлена вам и мне, ибо, сохранив письма, отвела она от многих и многих аресты, ссылки и лагеря. Слава тебе, Господи, слава тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! С иконой Казанской Божьей Матери не расставайтесь, никогда не расставайтесь, молитесь перед ней чаще». Корсунь Ярши В 1932 году арестовали меня, Юлю и Соню. В эти годы в основном брали верующих, или как тогда называли церковников. Мы трое пришли к отцу Арсению девочками, а к моменту ареста мне было 23, Юли и Соня по 24 года. Дружили и всюду бывали вместе, в церкви, в гостях, в театрах, в поездках, в музеях. Сидели в одной камере в бутырках, камера большая, человек на 40, почти все церковники, и в основном молодежь. Продержали три недели, вызывали два раза к следователю, вызывали в третий раз, засчитали приговор. Высылка из Москвы на 4 года. Приговор был какой-то странный. Всех обычно приговорили на 3 года высылки. Следующая ступень была лагерь. Выпустили и предложили выехать в Архангельск, а там, мол, назначат место жительства. Я училась на 4 курсе медицинского института. Юля работала швеей на фабрике, а Соня чертежницей в каком-то конструкторском отделе. Дома плач, мама с папой бросились хлопотать, просить, но все оказалось безрезультатным. Так же было и у Юли с Соней. Через 10 дней выехали мы в Архангельск и доехали без приключений. Явились в НКВД, дали нам направление в райцентр, название которого мы раньше не слышали. По Северной Двине поднялись вверх на 200 километров, от пристани добрались на лошадях и оказались в нашем райцентре. Пока ехали на пароходе, увидели, что кругом голод, магазины пустые, хлеба не продают, висят только хомуты, дуги и постромки. В дороге питались тем, что взяли с собой из Москвы. После долгих уговоров разрешили переночевать в коридоре дома крестьянина. Утром пошли в райотдел, разговоры шепотом. Слухи одни страшнее других. Пришли к уполномоченному очередь ссыльных. Крик, ругань, матерщина, только не бьют. Кого на лесозаготовки, кого на сплав или строить дороги. Всех без разбора. Мужчин, женщин, молодых, стариков. Страшно. Молимся про себя. Подошли, даем документы, что-то хотим сказать. Взглянул искоса и зашелся в крики «Контра! Проститутки!» и через слово матерщина. Юля высокая, красивая, настоящая русская красавица. Посмотрел на нее и чуть бить не стал кричит «Сволочь! Отъелась на рабочих харчах!» Документы отобрал и ушел куда-то. В очереди говорят «В лес девушки пошлют на смерть, а тебя, высокая, начальству в кровать». Это про Юлю. Господи, 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 чего мы только не натерпелись. Пришел уполномоченный, бумаги подписаны, бросает их нам и опять в крик «Сегодня же вон из города!» И пошла ругань. Взяли бумаги. У всех троих направления «В село Корсунь». Стали искать под воду. «Расспрашиваем, где Корсунь?» Говорят, верст двадцать от райцентра. Бегали, искали и только к середине дня нашли возчика. Заломил с нас немыслимую цену, что-то около тридцати рублей. Выхода нет, согласились. К вечеру второго дня добрались до нашей Корсуни. Ткнулись в один дом, второй, третий. Хозяева не пускают. Молиться в этот момент я не могла. Юля же не теряла присутствие духа и помню, сказала нам «Девочки, вы постойте здесь и молитесь Николаю-угоднику, а я пойду по селу, может, кто и пустит». Моросил дождик густо и тяжело лаяли собаки. Кругом кружила темнота. Мы устали, промокли. Хотелось есть, хотелось плакать от полной неизвестности. Минут через тридцать Юля пришла, сказала, что нашла ночлег у одинокой старухи. Сыну за жилье бабка заломила, как и возчик за подводу большую. Поели, что было с собой, переоделись и пошли в сельсовет для отметки прибытия. Председатель хмуро оглядел нас, взял документы, записал в книгу фамилии и сказал «В Корсуне жить не разрешу. Валяйте от селева в Ярши, всего три версты. Понедельник и четверг на отметку являйтесь ко мне или Михайлеву. Милиционер Михалев приезжать будет. Вам не разрешено никуда отлучаться. Народ не смущайте, агитацию не разводите. У меня чтоб тихо все было. А то в райцентр отправлю, там разговор короткий. Мне за вас отвечать надо». Я робко спросила «Где можно купить продукты?» Председатель засмеялся и зло сказал «Советская власть врагов не должна кормить, не обязана». О том разговор наш и кончился. Пришли к бабке и видим, в избе собрались девки и бабы, разложили наши вещи на лавках, рассматривают, примеряют, смеются. Особенно смешным показались им наши лифчики и кружевные комбинации. Только и слышалось срамота. Еле-еле собрали разбросанные вещи и подружный смех отправились в верши. Все взять не смогли, книги и тяжелые корзинки оставили. Нагрузились до предела. Три версты оказались с пятью. Моросил дождь, ноги тонули в грязи. А бессилев, дошли. Сняли избу одинокой бабки Александры. Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная. Большие глаза доброжелательно смотрели на людей. Жила бабка плохо. Сыны уехали в город и не показывались в деревне, заняты своими делами. Дочери повыходили замуж и забыли мать. Денег никто не присылал. И она одиноко коротала свой век, питаясь тем, что давал огород. Нас встретило хорошо и даже была рада. Деревенские новости мы знали уже на другое утро, но они нас не обрадовали. Сыльных в деревне не было, а те, что были, умерли от голода зимой. Работы найти невозможно. Председатель Сельсовета злой человек, купить ничего нельзя, народ сам живет в проголодь. Первое время питались тем, что привезли, но продукты кончились и надо было что-то делать. Писали письма в Москву, но переводы и посылки нам не доставляли. Надо было получать разрешение, чтобы ехать в район на почту, а председатель Сельсовета не давал. Пошли проситься работать в колхозе. Не взяли. Ходили собирать грибы, малину, чернику для заготовителей Центра Союза. Собрали, сдали на пункт, но денег и продуктов нам не дали, а посмеялись. Мы поняли, что нас обрекли на голодную смерть. Бабка Александра сказала, «Жалко вас, девки, и ничем помочь не могу. Год прошлый и упатил, семья жила, а так же бились. Померли с голодухи, ссыльные ведь. Настал для нас голод. Ни купить, ни достать ничего нельзя. Мы днями сидели голодные. Стали менять на сильные вещи, но крестьяне, зная наше бедственное положение, давали за шерстяное платье ведро картошки, за ботинки два фунта муки. Лето было сырое, на огороде бабки Александры не уродилась, и она тоже голодала. Делясь с нами, чем могла. Человеческой надежды не было никакой, и мы просили Николая, угодника и Матерь Божия помочь нам. Наступил момент, когда я усомнилась в возможности Божьей помощи. Только Юля всегда верила, надеялась и говорила нам, Господь не оставит нас, Матерь Господа нашего поможет. Отец Арсений поручил нас ей, Богородице. Милая Юля, как много давала она мне сил своими утешениями молитвой. Соня замкнулась, молчала. Если в Москве она много внутренне давала мне с Юлей, то теперь я опиралась только на Юлю. Лето было дождливым, картошка гнила в земле, овощи на огородах ели, ела мошкара и гусеница, но грибов и малины в лесу было много. Решили собирать грибы, чернику, малину и сушить. Бабка научила нас сушить грибы в русской печи и за лето мы насушили грибов килограмм тридцать с лишним. Пришла холодная осень с проливными дождями, заморозками, по утрам лужи покрывались льдом, повалил первый снег. Из насильных вещей оставили только самое необходимое, остальное сменяли на картошку. Незаметно установилась зима с морозами и жестокими метелями. Бабка где-то на чердаке разыскала две пары старых подшитых валенок, благодаря которым мы могли выходить на улицу без опасения отморозить ноги. Два раза в неделю являлись сельсовет Корсуни для отметки. Эти дни были для нас самыми страшными во все время нашей ссылки. Председатель, отмечая документы, с особым удовольствием матерился, кричал, заставлял подолгу ожидать на улице. Каждую минуту мы ждали, что нас куда-то отправят или заставят выполнять неведомо что. Несколько раз приезжал вершина лошади-милиционер Михалев. Необыкновенно долго топтался в стенях дома, вытирая ноги, молча входил, садился на лавку, давал расписаться в книге, вставал и говорил всегда одну и ту же единственную фразу. Дела, дела, на месте, значит, девки. И, оглядывая нас, и избу недобрым взглядом уезжал. Лютая северная зима скрутила нас, и мы только тем и спасались, что грелись у печки. Тепло поддерживало нас, но голод одолевал. Грибы, грибы, в двух видах суп и каша из них. Юля начала болеть, вначале желудок, потом ослабли руки, ноги, и она окончательно слегла. Первый раз в начале декабря не пошла на регистрацию. Пошли я и Соня, сказали, что Юля больна, но председатель не поверил. Начал кричать и ругаться, цинично, угрожающе. На другой день приехал Михалев проверить, не сбежала ли Юля, но увидев, что больна, разрешил не являться. Недели через две из района приехали с обыском, перерыли вещи, отобрали Евангелие, псалтирь, молитвенники, и с этого времени мы могли молиться только по памяти. Соня раза четыре или пять ходила за чем-то одна в Корсунь и один раз даже ночевала там. Выглядела она лучше Юлии меня, но последнее время подолгу задумывалась, молча ходила по избе. Я пыталась заговорить, но она упорно молчала и как-то в одну из сред ушла утром в Корсунь. Осталось там ночевать, а в четверг принесли от нее записку. Умирать с голоду не хочу, надо жить. Судите меня, но я не вернусь. Одной молитвой не проживешь. Прощайте, Соня. Мы с Юлией расплакались, а бабка Александра, придя вечером, доложила нам, Сонька-то с голодухи к Ваське Строкову ушла в Корсунь. В председателях колхоза ходит. Жена его весной померла, увидел Соньку, приглянулась ему, ну и спуталась. Отхлопотал он ее или так взял, дело ихнее. Как королева жить теперь будет? Юлия от всего происшедшего стало хуже. Пошла я в Корсунь искать Соню, спрашивала, не нашла. Как же так могло случиться, думала я, вместе были у отца Арсения, всех он вел, и Соня служила примером для многих. Почему так случилось? Еще больше и истовее стали мы с Юлией молиться, умоляя Господа дать нам силы и помощь. Бабка Александра, спасаясь от голода, решила уехать к сестре в Шинкурск. Не помочится я вам, девке, а лишний род. Остались мы вдвоем. Прожили еще месяц, питались грибами. В понедельник я пошла на регистрацию. С трудом добрела до Корсуни, дверь Сесовета оказалась на запоре. Я потопталась и в растерянности пошла вдоль улицы. Мелькнула мысль, буду просить милостыню. Только прошла несколько шагов, смотрю, на порог одного дома выбежала девочка и лет десяти и закричала «Тетя, тетя, зайди сюда!» Вошла в дом. Хозяйка усадила меня за стол и стала кормить. Я, голубушка, давно за вами следила из-за кошка, как вы к Сесовету ходили на отметку-то, с часами ждали. Ты на отметку приходить будешь, ко мне заходи, отогреешься, покормлю. Сонька-то ваша за председателем колхоза ходит. Не тужите о ней, дерьмо завсегда кверху всплывет. Бог с ней. Хлеба-то на дорогу возьми и картошки. Наелась я, отогрелась теплотой человеческой, отдохнула и, когда увидела в окошко председателя, пошла отмечаться. Пришла верши радостная, рассказывая Юле, кормлю. Прожили три дня, кончилась еда, опять настал голод. В Корсунь на отметку я не могла идти, не было сил. На печи лежали Юля, у меня не хватило сил забраться к ней. Забылась я в беспамятстве и, как потом сказала Юля, бредила всю ночь. Утром проснулась, попробовала встать. Не смогла. А кликнула Юля, она ответила, мы еще жили, но долго ли будем жить? На второй день я очнулась, около меня стояла Юля и давала мне воду. Я попыталась встать, с трудом поднялась, заставила ее лечь. В комнате было холодно, печь не топилась два дня, протопить не хватало сил. Мокрота и кашель душили, знобило, и я начала молиться. Утром услышала, что в сенях кто-то возится, долго отряхивается. Наконец дверь открылась и вошел Михалев. Уйдя в нас, лежащими, подошел, откинул одеяло, осмотрел и сказал «М-м, дела, дела!» и вышел. Мы с Юлей впали в забытье, сейчас нам было безразлично, был Михалев или не был. Мы умирали. Смерть медленно вползала в наш дом, в наше тело. В темноте Юля еле слышно спросила «Люда, ты жива? Я скоро умру». Мы стали молиться Божией Матери, Николаю Угоднику и Господу, умоляя простить и принять наши души. Уже не было страшного одиночества, смерть, холод. Мы понимали неизбежность происходящего и положились полностью на волю Божию. «Господи, не остави нас грешных», сказала Юля. И я, мысленно перекрестившись, впала в беспамятство. Очнулась от удара двери. В избу вошли двое, по голосам чувствовалось мужчина и женщина. Щиркнула спичка, и я увидела Михалева. «Дела, дела, девки!» С женой приехал. По избе ходила женщина, открывала печь, накладывала в нее дрова. Разожгла печь и подошла к нам. «Ишь ты, как оголодала!» сказала она Юле. «Тело-то почти не осталось». Оглядела меня, провела рукой по лицу и, обращаясь к мужу, сказала, «В печи надо девку пропарить». «Господи, что это?» подумала я. «Голова отчетливо работала, а память фиксировала все происходящее». Михалев вышел, внес два мешка, зажег принесенную свечу, отыскал вход в подвал и снес туда мешки. Жена Михалева была неразговорчива. Время от времени открывала заслонку, бросала в печь дрова, что-то готовила, грела, наливала. Печь топилась вовсю, но в избе было еще холодно. Михалев вышел и стал носить дрова в избу, охапка за охапкой. Наносив дров, сказал жене, «Я поехал, а то заметят, ты под утро придешь». И вышел. Вера, как звали жену Михалева, закрыла дверь деревянной щеколды, села на лавку и стала дожидаться, когда протопится печь. Часов семь в избе стало жарко, вероятно, уже ночью Вера разбудила меня. «Влезай, девка, в печь и мойся золой. Липовым цветом и малиной напою, через три дня встанешь». Помогла раздеться, подняла на гнеток, и я по соломе залезла в печь. Там уже стояли чугун с водой, ковш и зола. Мыться в печи научила нас бабка Александра. Было неудобно, очень жарко, но мне вдруг стало лучше. Время от времени Вера открывала заслонку и заглядывая, спрашивала, «Девка, а ты жива?» Я вымылась, приятно ломила суставы, пропала головная боль, хрип и кашель исчезли. «Посиди, посиди, прогрейся», говорила мне Вера. Потом помогла вылезти, натянула на меня свою домотканную рубашку, завернула в тулуп и буквально забросила на печку. Напоила настоем из трав, накормила и стала таким же порядком мыть Юлю. Утром Вера разбудила меня, «Слушай, девка, мне по темноте от вас уйти надо, на ночь-то я приду». «Ты тулуп накинь и дверь запри от греха, подругу-то корми помаленьку, но чаще. Лежите, да ешьте». Прижалась я к Юле, а она мне говорит, «Вот видишь, по молитвам отца духовного Арсения и нашей неотступной просьбе Господь и Матерь Божия не оставили нас». Почти каждый день в ночь приходила к нам Вера, кормила, готовила, топила. Михалев дня через четыре опять приехал, привез еще картошки и ведро квашеной капусты. На пятый день я поднялась. Юля поправлялась медленно, за окнами крутили метели, морозы не уходили, а с каждым днем крепчали. Но мы впервые за время ссылки были согреты человеческим теплом добра и любви двух совершенно незнакомых нам людей, помощи от которых, как нам казалось, нельзя было ожидать. зримо, физически ощутимо Господь и Матерь Божия через Андрея, так звали Михалева, и Веру оказали нам помощь, спасли. Это было настоящее и большое чудо, оказанное нам по молитвам Отца Арсения и великой милости Божией. Мы с Юлей беспрестанно благодарили Господа и с благоговением смотрели на дядю Андрея и Веру. «Дивны дела Твои, Господи, и только Тебе одному ведомы пути человеческие». Мы верили в милость Господа, но невольно приходили к мысли, «Кончатся продукты, привезенные дядем Андреем, перестанет приходить Вера, что будет? Опять голод!» Но милость Божия безгранична. На десятый день я настолько окрепла, что чувствовала себя, как когда-то в Москве. В этот же день Вера сказала, «А Андрей в больнице с братенем говорил фельдшер, он там, сходи, девка, обещал санитаркой взять. Заработок небольшой, но жить можно, продукты по талону будешь получать». С народом